Мой сын для меня был в СИМ. И после 15 мая, собственно говоря, мир для меня практически пустой. В этом мире для меня осталось, пожалуй, всего несколько чувств. Я знал, что он служил в части 32-14, то есть он был в разведроте. Разведрота – это элита, куда берут спортсменов и лучших бойцов, всегда кого отбирают. То есть туда достаточно тяжело попасть. В Збройных силах Украины, где война и меньше про статуты смотрят, и про разные формальности, тут больше к войне. То есть ему вообще было легко служить здесь после белорусской армии. Так здаралось, что мой сын таким народился, юнитычным боярум. И до того ж, я он с маленства чувал себе белорусом. И просто белорусом, и белорусским шляхтичем. У Паши, амальшо однороджэння, не было ніяких, там, цацак, окроме зброи. Яму гэта было не цікаво. Нас ведали во всех этих войсковых магазинах. Шевроны у всех родов войск. Береты разных кольоров. Весь дом у разного рода энциклопеды. С початку дитячих, потом таких сурьёзных, в разных видах зброи. Он очень хорошо, по его рассказам, он там на Олимпиады ездил, он хорошо учился. При этом, что он там мог и подраться везде, там, и немножко подзебоширить. Но это ему не мешало, как бы, всегда быть отличником в школе. Калі сябры Паши, с якими он уже сустракався в войне, бачылі яго школьный аттестат. Яны жартавалі. «Волод, ты што, відаць, бью сваих наставнікаў?» Ну, чаму? Таму, што середній баў яго школьного аттестата, а маль, што, дзесіць. МУЗЫКАЛЬНАЯ МУЗЫКА Когда он уволился со срочной службы, он говорил, что ему почти каждый день приходили письма. Там, в ОМОН, спецназ, во все практически структуры, которые есть. Потому что у него очень хорошая физическая подготовка была, исполнительность, репутация везде. Поэтому он говорит, что ему просто шли каждый день письма и предложения, как он ушел из армии. Но он уже поняв эту всю систему, он уже понимал, что не сильно хочет ввязываться в это все, потому что увидел все нюансы белорусской армии. Он всегда стремился быть воином, а не с инакомыслием в стране бороться. Ну, для меня было видоводшим. Что эта война будет и войной моего сына. Так, ни водная мать не будет не хваливаться, это очень мягко говоря, когда она понимает, что ожидает ее сына. Но, видать, гонор у меня было больше всего, чем хваливание. В Украину ехать, он рассказал, что еще во время службы, когда все в 32-14 пропагандистские всякие ролики показывали и все, и рассказывали, что тут бандеровцы, фашисты и прочее. Он уже тогда говорил, что его мнение было, что ему это очень интересно, и он уже хотел ехать воевать за Украину. Он настолько стабильная личность была, которому вообще тяжело навязать чужое мнение. Это, мабыць, для большинства мать, мне, мабыць, наводжахливо прагучить. Я была готова. Я провожала сына в бой. Я собирала ему речи. Я больше-менш знаюся на некоторых складниках войсковой амуниции. Я подбирала берцы. Я подбирала некие тактичные пролады, якие можно набыть у Беларуси. Ну, вот такое. Я собирала ему так. Ну, вот этими руками. Я это робила. Паша воюет в Украине ни первый, ни второй год. С 16-го года. В те времена позывные давались поворотимами по каким-то качествам. Когда Паша только приехал в первую окремную штурмовую роту ДУКПС, он познакомился с еще одним белорусским добровольцем Гансом. И они просто не могли между боевыми сидеть, сложа руки. И они все время копали. Копали окопы, разные там вот укрепления. Ну, а Павлуша очень такой атлетически сложенный. И когда он снял гимнастерку, разделся до пояса, кто-то из украинцев сказал, ого, какой богатырь. Ну, на что не многословный обычный Ганс отметил. Он же белорус, не богатырь, а волот. Для него, если меньше двух пуль, то это не ранение. То есть он был такой, что не сдавался, не отступал, не боялся этого. То есть как бы и все свои заслуги он всегда преуменьшал и никогда не пыжился и не рассказывал за то, что там с ним случилось или как. Он с тяжелейшими ранениями, с двумя проникающими, да, на вылет пулями в грудь, со сломанными ребрами, когда его привезли к хирургу уже в палату, где его оперировать должны были. Ну, они ждали, что, они говорят, с намного более легкими ранениями, люди не могут самостоятельно там даже сесть, передвинуться еще. Паша просто встал, пришел и сел на кушетку. И хирург говорит, я такого, говорит, еще не видел никогда. На угол уси медики, які затыкались с Пашей, они отзначали, такого не бывает, мы такого не бачили. Один из медиков, а маль, что на полном серьезе, говорил, пусть кончится война, я, видать, буду писать некую там навыковую працу про звыше людей. Ну, потому что, ну, вось, про Пашу, ну, это таки выпадок, калі регенерація у организма не такая, як яку я набываю в норме. Мы уже устали считать, сколько у него было ранений. То есть уже последнее ранение, которое тяжелое у него было, а у него осколок в мозгу, то есть был, то есть очень тяжелое ранение, с которым вообще крайне редко что выживает, а если выживает, то навряд ли становятся роботоспособными и пригодными к службе в армии. Ему уже сказали, что, скорее всего, тебя будут комиссовывать, потому что с такими ранениями нельзя продолжать армейскую службу. То есть служба в армии, карьеру, потому что ты уже будешь инвалидом, типа у тебя группа, то есть никак ты не можешь продолжать. И он уже немножко поругавшись с командованием бригады, договорился на компромиссное решение, что пока не пришли бумаги на то, чтобы его комиссовать, он поездит еще повоюет. И он вернулся на ту же позицию, и он продолжал боевые действия, уже ожидая то, что его комиссуют. Он уволился, приехал в Женевно-Волынск. У него как раз дочка маленькая тогда родилась, и он, получается, что начал пытаться адаптироваться в гражданскую жизнь. Хотя мы с ним общались, для него было это очень тяжело. В стране идет война, и он хотел продолжать службу в армии, продолжать свое участие в боевых действиях. Когда Россия напала на Украину уже полномасштабно, с ударами по инфраструктуре, я просто понимал, что с Пашей тяжелое состояние его переносилось. И я, наверное, на третий день, когда приехал уже сюда, в Киев, у нас был большой коллектив, я всех ребят белорусов хорошо знаю, но я такой просто говорю, Паша, пошли на два слова. Я говорю, ты как? Да он говорит, вообще, вот так, говорит. Типа, говорит, все, война началась, я себя отлично чувствую. И я заметил, что он стал такой же, несмотря ни на ранения, ни на что, ни на осколок в мозгу, ни на то, что он уже весь как терминатор перебитый. То есть он просто себя чувствовал на таком же запале и в такой же бодрости, как когда мы с ним познакомились. Кали пашла говорка про створение национального подразделения, Паша навыц не раздумывал. И он разумел, что до полка придут люди, які не мают никакого благого досвяду. А у Паша благого досвяду, ну, хапало. Те белорусы, которые ехали защищать Украину, мы должны были им передать часть своего опыта и помочь. И то есть для нас это, наверное, одинаково. И у меня у него одинаковое было, скажем так, ощущение, что, ну, типа, это наш долг. Для него тое, что для большинства людей это норм, экстремум, для него это норма. И он говорил, я заточен под гэта. Мой организм на физичном взрывне, на психологичном взрывне, на таким духовном взрывне. И он под войну. Я народился для войны. Не для мира, а для войны. Тот вечер у нас была запланирована ночная операция. Нас было четыре человека. Командиром был наш командир Волод. Выход был на сближение с врагом. То есть мы должны были выйти, скажем так, под позиции врага и заниматься своими задачами. Шли тихо, профессионально. Паша, как всегда, пошел первым, потому что его переубедить было невозможно, чтобы он шел в ядре колонны. Потому что он всегда очень сильно заботился о нас. И когда мы уже были на временно оккупированной территории врагом, это где-то было в километрах двух от нашей ближайшей позиции, мы норвались на растяжку. Растяжка была поставлена очень грамотно, видно было профессионалом, потому что мы ее не увидели даже. И, соответственно, когда Волод Паша был впереди и сорвал растяжку, сработал такой хлопок. Мы сразу все поняли, сначала не поняли, что это мина, начали занимать боевой порядок и понижать силуэты. Это было, насколько потом установили медики по осколкам, ПОМ-2. Да, вот, до сих пор. Один осколок у меня в скуле, один в руке, в ноге и так далее. Паша Волод шел первым, и я увидел вспышку справа от его ноги, то есть буквально в 50 сантиметрах от его правой ноги. Сразу же после вспышки произошел взрыв. Я стоял за Павлом Володом буквально метра два. Не стоял, а шел за ним. Силой взрыва меня повалило на спину на рюкзак. Я почувствовал резкую боль в лице, в ноге, в руках. Паша Волод просто встал на одно колено и выставил автомат перед собой. Потому что первая мысль, которая у нас была, это то, что мы попали в засаду. Я подполз к Пашу первым, и первый мой вопрос, который я ему задал, это куда? Куда прилетел, куда попал? Он тогда ответил, он был немножечко дезориентирован и сказал, я не знаю. Мы оттащили его сразу в безопасное место, потому что после того, как сработала растяжка, мы думали, что будет засада. Заняли оборону, оттащили Пашу в более-менее безопасное укрытие. И там я уже начал ему оказывать первую необходимую помощь. Сняли с Павла бронежилет, разгрузку. Он уже был плох, потому что осколки попали к нему сбоку, так как на Павле была плитоноска. То есть она защищала только задняя плита, спину и передняя. А мина взорвалась где-то в 50 сантиметрах справа от него. Все осколки зашли через незащищенный бок. И когда мы с Пашей остались один на один, я его прикрывал, начали летать над нами Орланы. Я понял, что нас сейчас могут заметить, либо выдвинуть группу, либо начать работать артиллериями, минометами. Я один еще его тоже пытался тащить сколько мог, но когда я услышал непосредственно над нами Орланов, мы тогда находились на дороге. Я Паше затащил под такой куст, закрыл его раны руками и начал ждать нас, при этом контролируя весь сектор. Разговаривал с Пашей и одни из последних слов, которые он мне сказал, это «Пацаны, главное, себя берегите». Я ему пообещал, что ни в коем случае я не сдам его в плен. Он взял с меня обещание, что если что-то начинается, чтобы мы уходили, но его живым в плен не сдавать. Я в тот момент, конечно же, пообещал, чтобы его успокоить, но я понимал, что без него я никуда не уйду, если вдруг нам будет противник. Прошло энное количество времени, прибежали наши ребята, сработали очень быстро. это прибежала группа эвакуации, медики. Я когда сказал, «Все, Паша, наши бегут», я, получается, положил его в кустах, слышу, что наши, они же, я замаскировался с Пашей, и они не видели просто, где мы. Я говорю, «Паша, я сейчас приду, я побежал за нашими». Он такой, «Вообще красавчик». Он говорит, «Ну, я тебя здесь жду, если никуда не уйду». Еще отшатился. Я, блин, мы так договорились. Осколков было много, и они повредили жизненно важные органы уже изначально, после того, как мы доставили Павла уже в больницу, и с ним работал врачи, хирурги. Они сказали, что это изначально были ранения, несовместимые с жизнью. Вот, то есть даже если бы был эвакуационный вертолет, или если бы он сразу же в тот же миг попал на операционный стол, его бы спасти не удалось. Мой сын для меня был в СИМ. И после 15 мая, ну, собственно говоря, мир для меня практически пустой. В этом мире для меня осталось, пожалуй, всего несколько чувств. И самое сильное из этих чувств, ну, это чувство, за которое меня, может быть, многие осудят, но мне все равно. Это чувство мести. Я не хочу, чтобы те, кто виновен в смерти моего сына, жили и радовались жизни. и все, что от меня зависит, я сделаю. и всё равно. Продолжение следует...